всех приветствую дорогие друзья с вами я кислый сегодня мы с вами будем разбирать и весь слив stalker 2 я записал уже три ролика потом подумал а нафига я записываю ролик если мы можем вместе на стриме или кто-то потом в записи на стриме посмотрят весь этот слив у меня кстати не забывайте ставить лайк подписываться и писать в чат так начнем с концепта ну короче по порядку тут очень много интересного я без записи и без ну короче я отдельно там посмотрел там и сюжет слит и вообще дофига всего интересного там есть так час короче сейчас будем смотреть но и начнем с концепта все вот концепт мы быстро концепт пробежим потому что не вижу смысла на них останавливаться потому что многое что может быть в игре может тут просто и не быть сама по себе так все полетели какой-то артефакт или создание артефакта dc 76010 r но непонятно всех привет дорогие друзья кто присоединяется напишите может музыку выключить или потише сделать упак 05 тоже номер какой-то ну думаю это в каком-то это подземелье будет то что видеть какая-то платформа еще рендер железный лес это мы тоже сюжетно увидим это я уже могу сказать кстати если вы не боитесь спойлеров поэтому можете оставаться если вы здесь спойлеров то можете уходить в принципе ну подписаться и поставить лайк может а газета правда телеканал вид а с чебурашка и гена белка и стрелка мозг дерево видимо а кстати это видимо запуск проверка как там его так музыка так лампа дом руки шарик глаз радиация газета правда лампа всех приветствую зовут испытание ядерной бомбы возможно это дом это кстати мне кажется это уже и самой игры то что мы дальше увидим в будущем уже 3d модель этого баночки они этот консервы видимо русская печь разбитая фотография там ребенок и девочка вроде бабушка какая-то чайник тебя похоже и фотографии ведро ну то с точнее часы по моему это лампочка рюкзак stalker погнали дальше но это фотошопе сделано нормально тема когда делают концепты для игр совмещают с фотошопом так остановка тут ничего интересного о крио камера или как называется ледяная смотри интересно тоже какая-то лаборатория возможно чертов чернобыль запомним этот момент артефакт какой-то концепт блин как будто сопли какие-то но мы в будущем увидим уже в релизе но уже в игре сделали такую аномалию уже можно увидеть ее не час душ туалетная бумага полотенчика напоминает под аэсом саркофаги местность обертка из-за и изоленты изолирующий слой свет дальше иди ко мне как говорится дом с антенны вероятно это болотного доктора дом установка тут либо это установка продолжение испытания гаусс пушки потому что смотрите тут обертки медные либо это устройство которое предотвращает выброс или наоборот выброс начинает а выброса защитные выброса защита не час в что это это из оригинала смотри как все проработано прям кайф это внутри генератора как я понял на быстро буду пролистывать не буду зацикливаться самолет 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 в лаборатория смотри лампа монолита мне кажется да мне кажется это лампа монолита и дальше мы в игре увидим какие вот установки но на разработках картах установка мы увидим защита ученых ком без ученых я кстати впервые когда арт смотрю разломки какие-то вот сам генератор человек вертолет непонятно что он там делает так еще один дом провода концепт как домам могут разрушаться с помощью аномалии понятно ясно прикольно арт электро тоже зацикливаться не будем stalker пистолет плоть застрявшие в дереве колесо понятно какое-то оборудование честное сооружение похоже из реальной жизни не час нас к документации карта чернобыльской зоны отчуждения выбросы защита не час тоже какая-то установка не часа серверная не часа наверное какая-то установка в лаборатории я прям вангую градирня а.с. подземелья но росток похоже у это по моему и самой игры скриншот мне кажется рлс дуга смотри аномалия выглядит достойно но по моему да это из игры ничего такого интересного не видно или это сделано реальная фотография мне по моему это игра все таки аномалия у типа номер 408 это наверное новые лекарства у нас не видно для повышения и воду а выводу радиации из организма ясно шприц тут не видно особо жарко кабинет архивы тут всякие мы потом это еще увидим другого ракурса путепровод низу в припяти сделано прям качественно пятни час свалка возможно это вот как раз выброс защита не часа возможно так не сейчас будет выглядеть установка рассвет металло алюминий генератора наверно какой-то так серверные графики всякие ясно вот не час выброса защита мне кажется купол но мы потом вид сверху можно увидеть на карте это не час подземелья какое-то убежище чье-то понятно самолет разбитый артефакта гравий на капусту похоже да мне почему-то atomic hurt вспомнился не знаю почему вид с другого места тот же дом аномалия тоже какой-то проход это вот и похоже место из последнего трейлера сталкера новички по моему они мертвы по моему они мертвы погнали дальше калашников сигарета видимо тут мы будем с кем-то общаться мне кажется как цена какая-то так видели главный корпус вот не часа заходим проходим но тут особо ничего не понятно не час но это мы все видели как артефакты по идее должна выглядеть наверно зимняя локация из дел си еще это мы видели под агаропромом напоминает тему шпиль на детская площадка но это понятно понятно ух смотрите как качественно но это рендеринг анрила в игре будет конечно похуже и чувствую путепровод опять переделанный паутина смотри да либо это сделан скриншот либо это просто концепт такой сделан не час я не знаю как они впишут не и часто на самом деле но будет очень интересно посмотреть так ну коробу кору года кору год ру год белаз это мы кстати увидим все это об казаки геркулес болты пси блокада барби но к что это крово спинный засыпь перкулеса так тушенка минеральная вода украины говяжья тушенка по момента переводится молоко сгущенное натуральный молочный продукт но с ребенком это конечно да пиво хмельные бички томатном соусе звучит вкусно болты смотри какие она выглядит очень даже красиво думаю дикой территория это этой самой чернобыльской зоны смотри тут немного накосячили с фотошопом это опять путепровод окей не час не знаю как они не не час пишут прям вообще непонятно голограмма и час что-то понятно тут ничего окей концепт провода понятно понятно под станция какая-то и кара главное здание в это и коры то группировка или кто болит короче что-то будет то новая группировка находиться и так будет задание выглядеть это пятый ряд энергоблока а с короче бтр провода наверное это база ученых модульная какая-то лаборатория рома привет не забывай ставить лайк непонятно что это дом самолет ил-78 бтр смотри какая они сделали прикольно общение по идее могут твои отсканировать но могли отсканировать бтр реальный ладно окей далее министерство освоение науки украины чернобыльской аномальной зоны наука технический центр аномальной физики малахит это будет как бы будет не час и и малахит отдельные а научные так сказать учреждение шпиль stalker 2 это мы видели уже в трейлерах это понятно советский солдат это ясно все концепт который мы увидим дальше реализованный градирня аномалия не час какая-то установка а это генератор осознание я думаю это лаунч зона 0 ну как-то вообще не вписывается блин но я не знаю как они впишут не час но если они так проработали всякие артефакты тут смотри земель и опять генератор вот костюмы ssp 99 это наверное те средства не знаю как расшифровать 99 100 101 не знаю почему они пронумерованы может каждый ученый хотя вряд ли а может быть это просто номер костюма поставить не знаю не час генератор мне кажется похоже не час какая-то установка генератор можно войти на росток похоже как дела дела супер а у тебя как вот разбираем в себе слив сегодня разберем киев нью-йорк токио лифт ясно это что такое но я думаю там какой-то культ будет магазин вот просто фотографию сделали не добавили всякие эти банки фабрика звезд понятно а тут смотри а и карста ловко бар я пропустил кстати артефакт непонятно что мы осматриваем черном льда мы смотрим концепт арты сейчас stalker 2 вообще мы посмотрим уже и сами скриншоты из игры посмотрим сюжет игры локации игры и как создавались модели текстура тоже посмотрим короче все почти посмотрим что про эту игру известно так чел какой-то но опять генератор всех пресс дорогие друзья не забывайте ставить лайки и подписываться мы сегодня посмотрим весь файл просто досконально изучим генератор самолет мой вертолет извиняюсь ла-1 сахаров на месте это дел си будет я уже узнал про дел си многое тоже из дел си не час сахаров сахаров короче сахаров планировалось себя то вот вот эта установка изнутри видимо тут будут изучать артефакты мне кажется тоже концепт ну это из дел си это видели ух ты типа как она начинает работать работающем состоянии но выглядит кошерно так тут ничего интересного смотри вот мне кажется что в игре будет ли это реализовано что сталкера может оттащить если что мне кажется будет такая вещь перестреливаются слизь какая-то но аномалия причем смотри это прям в самой игре он как бы нарисовали еще фотошопе понятно но это тоже фотошоп все это прикольно коррозия какая-то гриб вырос слизь электрическая аномалия туннель наверняка будет как в этим чернобыле единственная аномалия во всей трилогии это умная передвижная электро аномалия всего лишь только в туннеле на кордоне такая аномалия бывает существует в игре возможно то же самое будет этому школа в припяти дом в припяти в припяти но показывают как аномалия уничтожает дом так аномалия арена это мы видели этот арт артефакт который стрелок показывал болотному доктору в тинчернобыле там каком-то из интро и кар территория рядом колодец это по моему старые скриншоты из тэч лаборатории какие-то кровосос кровосиси бандоса из брата 1 2 костюм жмурки не знаю как а в игре будет олимпика мечта на сигарета детектор а бабус а бабус этот пасхалки получается а бабус так это бандоса до прокачиваем мощные бандоса какие дирижабль а ну это ресная аэростат какой-то видимо хотя вряд ли на аэростат бар 100 рентген тушка мясо по все значит будет в свобода тут свободовцы смотри тут локацию добавили хлеб смотри какой вот концепт не знаю мусором блин дофига тут не знаю так это уже другой бар какой-то у бандосов бандоса тот общаются смотри синька но думаю это квестовый какой-то перс будет не бери в рот и чужих и стаканов ложек балок окурков и прочий так тоже концепт какой-то слушая похоже знаешь на что на базу чистого неба база чистого неба напоминает да но вроде я посмотрел чисто неба не будет в игре ну база будет их работница борись за чистую столовую телевизор какой-то эффекта добавили не бери в рот чужих так понятно воля кальянчик конечно как без него водители помните алкоголь и вредит притупляет бдительность бармена наверное тут не писсуар и что это там бандосов чета база я чувствую это база но и это окажется прости но мне пора ничего страшного еще увидимся блин вору пересыхает я думаю это база но и будет это кажется так полетели дальше сюжет уже разбирали нет капучино сейчас будем дальше сюжет разбирать и я уже вне стрима но я записал там мой ролик короче ебейший сюжет будет извиняюсь но прям сюжет интересный но если вы не хотите спойлеры то лучше не надо но я уже почти все прочитал ну процентов 40 что я нашел нарыскал прочитал так бар венок кровоспинный засыпь это лекарство какое-то да так этикетка пиво хмельной да так концепт но концепта не особо мне интересно карта чизо затоне как называется корабль забыл напомните если кто-то помнит не скадовска как там кстати про скадовска тоже в сюжете там есть инфа уже уже прочитал большой генератор артефактов а мы и будем генерировать артефакты что ли так мозг секс 16 на кубрик ученых наверное детектор какой-то ученый так вход лестнице на втором уровне комнаты сюда могут присоединиться модуля ну стандартная стандартная туалет тут комната тут ученые и второй этаж появится склад коридора душ туалет блин если они реализуют туалет в игре то это ну то что надо помыться или сходить в душ ой ну в туалет то это будет прям нормально торговец лаборатории он хотя вряд ли зачем она нужно кто это непонятно а это вот аномалия смерчи будет с кладбище это тоже уже реализовали но судя по картам опасно химическая опасность какая-то клуба осознание но тут явно не человек а вот жидкость какая-то окей но это эти арты по моему официально опубликовали вот это кстати тоже мы они реализовали вот эту фигню в игре мост какой-то передвижной не если они реализуют еще технику ну что мы на технике не будем условно кататься а какая-то группировка или военные там будут какие-то рейды у них на зелах условно или на бтр их будет интересно подземелье какое-то ну тут непонятно если честно не час тут наверное какие-то мутанты детекторы самсунг реклама не думаю или они просто перейдем хотя вряд ли батарейки смотри видны над концепт велес это понятно это ясно в м и какие-то грави дед новый мутант многие кого-то из разработчиков я прям чую откуда у них такие фотографии собирает металлолом метает арматуру болты ешки ешки что это а ел я елки емки ветки непонятно левая рука с руками логично причем мутант возможно он будет единственный всем роде прикольный концепт-арт бункер и какие-то мне как блин они очень много техники оставляют либо все таки можно будет ездить на машине условно или на мотоцикле по зоне ну только бензин нужен а бензин не будет бензин будет дорогой и условно да и на машине неудобно никакой мобильности либо зачем столько техники и в концептах и потом на скриншотах можно увидеть долговцы в плащах с детектором аномалии прям чую не час над же позднее арта от машина смотри уазик поэтому не просто так все это ты что-то не хотели смотрите как может выглядеть разные аномалии что ли электро не час дух два вида как может выглядеть лифт церковь причем и церковь я такой в реальной жизни видел но плюс-минус в таком состоянии аномалии тут по пожирала немного генератор блин не знаю слишком много не и часа не знаю как они хотят впихнуть не час 6 затекла уже кстати музыка не перебивает меня нормально все так подземелье колбы понятно это кстати мы тоже увидим ну это они реализовали уже дальше видел так кто тут живет противогаз арена в депо депо это на свалке сама свалка бандос бандос причем классические бандиты это возможно просто арт не с игры взят хотя кто знает не перебивает меня музыка может потише и сделать или отключить на цепи сидит бандос ясно те нет мне кажется это все таки из игры бандос камаз понятно понятно компрессор данных какой-то окей геркулес установка какая-то машина тоже время дальше а вот как раз сделан 3d модель этого дома из первых арта там рюкзак фотография тут где-то висит по идее полочка это четвертая очередь а с недостроена не час промзона на это промзона палатка ученых что ли на мосту блокпост какой-то тоже самодельный наверное какие-то тоже бандос тут свой жив олень новый мутант знакомые не помню где я мог это видеть мирный а стой либо это группировка мирный либо не знаю дуга а вот кстати мы потому увидим скриншоты из игры вот этого и арта этого арта только тут еще танк стоит это вот скиф это не пойму кто то ли военные то ли кто нет по моему наемники то что наемники вроде с таким с такой амуницией ходят или нет я думаю знаешь кто это команда бродяги мне тоже так кажется вероятнее всего хотя вряд ли дуга смотрим а с над старый концепт инвентаря можно даже не зацикливаться это вот прикольно сделано типа какая аномалия сжарала что это щиток электрический какой-то слишком много всего наверное какую-то тоже аномалию хотят сделать ну окей забыл как называется не генератора забыл как называется не генератор а не помню а вот кстати вот так вот ученые выглядит вот ученый вертолет второй этаж прикольно это по моему уже игра скриншоты из игры мне кажется свалка вот это кстати это будет место выбора спойлер тут будет три выбора на этом месте мы как бы поднимемся сюда на этот кран там чес с одной стороны другой стороны там другое из третьей стороны еще одна концепт концепт дом доктора провода смотри топе какие-то stalker 2 ножи разные колокол оазис мне кажется полицейская станция ваш что другую муску поставить так рыба рыбак наверное какой-то тут и живет это бандос понятно стена купол стена но это военные мне кажется да мне кажется это военные и по-моему этот арт тоже сливали когда давно так кпп детятки или что это вряд ли стоп-контроль флаг украина бтр ну да это военная проезд в зону тяго кривой понятно так лаборатория эксперименты над плотью это кто контролер наверное лаборатория на агропром напоминает артефакта не час человек колючка тоже арт какой-то так но это мы видели монолит ну блин такой себе то что по идее монолит монолита не существует что такая музыка интересна будет так и размозг в двух вариаций они просто цветная а вишена передвигается не час ученые не час мне кажется это уже как бы из билда взято это камера эти морг смотри таблички появились мразь эксперименты опять на забыл как называется мутант телеканал вид ну осознание я думаю белка и стрелка но это мы видели все осознание тут они лежат вот это не час да не час и мы это видели уже в трейлере во втором ферма артефактов не час сектор 7b я думаю что она не час случится что-то бабах это вот как раз в куполе так консоль кабинет стрелка мне кажется да опасная пещера снорк так осознание из бункера управления монолитом в тень чернобыля это концепт тоже или уже на движке сделан на движке уже сделано вот осознание столько меди это медь нет сервера и вроде пациенты ешь мутант новый арт установка плоть видимо все таки они будут разлагаться мне так кажется это тоже сюжетные сюжетный поворот будет тут арт по моему уже из игры на аптеке на аптечке тушенка не пойму что это за ружье кровать вот у доктора вот установка какая то не видно нет не видно так поэтому перепустка червона это кредитная карточка будет даем зоне такая варта концепта большой гаусс пушки в рука устала нажимать так тут то ничего не интересного все блокада страйк фейс детектор плоти рассвет свет а потом стримлю не стримлю я просто через через бс но там еще и прога работает испугался так погнали дальше какой-то перс из припяти не помню как называется здание бармен какой-то и горьон росток эти арты на ой эти фотографии на официальном сайте висят поэтому ничего нового тоже на официальном сайте вроде было деревня это на фотошопе сделали свалка атмосферник росток кладбище это вот как раз танк по моему на болотах красная крепость и тут монолитовцы будут но потом были раньше монолитовцы теперь тут варта сидит потом по сюжету либо варта отстоит это место либо монолитовцы вернуться градир не аномалия а по сюжету нам надо будет подняться по этим лианам по лозе а лоза будет двигаться лоза градир не аномальная лоза выглядит как обычная но сильно больше в размерах по ветерям можно пробежать миши для сплайна вечно горячий дом тоже аномалия артефакты как выглядит но особо на них не будем зацикливаться железный лес лаборатория x12 моно рельс блин музыку другое я выбрал музыку атмосферное что вообще не атмосферное так как же спина болит не представляете вот сам моно рельс а нет что мы видели который передвигается фигня оригинальный костюм костюм бэк пак костюм и рюкзак свобода воля долг борг а борг это что такое не знаю так свобода воля спарк искра монолит борг не знаю что такое варта наверно да так бар бар сторин ой бар сторин ген скадовск но скадовск он будет но уже бороды не будет и скадовская теперь называется по-другому вот сам скадовск смотри тут и нормальная тема боже мой а музыку нормально можно давай такую вот скадовск шустрый экзоскелет смотри опять эта штука аномалии артефакт точнее это уже и самой игры вот как раз как скадовска выглядело ну как из оригинала тут получается у нас спальня а нет нет тут по идее кардан должен был сидеть непонятно имеется на часть что ли непонятно ну вроде скадовск так спектр бинокль механик наверное какой-то будет сидеть это они экспериментировали наверное с этим с артом для официального сайта не час вот однопорная вышка думаю это ну это и этот скадовск я думаю это скадовск это на янове наверное все дело происходит сахаров установки всякие артефакты колесо обозрения я думаю это уже из игры от колокол как раз мы видели там его текстуру не час за киеводка какой-то новый мутант новый мутант я ну вот это вот прям нормально а вот как его дед какой-то припять так что еще тут ну это настоящий этот под юпитером вот как раз что-то интересно найдем оп оп такое себе зато не черта да это мы видели на затоне это неужели опять будет там этот артефакт бар бандосов а нет оазис мне кажется это на кордоне такой бар будет бар мы видели видели так разобранный движок разрушенные стены пол это скадовск блин планетарий линза блок рация написали бы что это установка тоже какая-то ясно свалка мне кажется надо это свалка не час главный корпус вертолет вертолет все нам так карты кончились теперь начинается сама по игре все из игры это где катсцена якобы с болотным доктором интро катсцена самое начало игры минута 42 длится сфера оружие какое-то билд 11 1347 значит игра все таки существует не только скриншоты не на фотошопе а уже играбельный билд террик он так мы есть спать хотим на бар к сцена вот вартовец это бармен тега это ладно посмотрим так припойка сцена он тоже изменился хлеб каймановка сцена прически нет но я думаю кайманов это и есть болотный доктор а кайманова мы в оригинале мы слышали про кайманова но не видели кайманов он как раз и сделал установки все установки эти то что и про болотного доктора по сути мы ничего не знаем в оригинале клетки труп так мы хотим спать я думаю все таки по этому значку перегруз и хотим кушать азимут труп кровосос синематика вид на дугу фауст на чистом небе это на болотах на чистом небе или все-таки группировка будет чисто небо такое поле иван привет каймановка сцена сколько она длится минут 57 нормально так коршуна в лазарете к сцена но это вартовец билд азимут так бродяга и фауст к сцена ок то не час x11 лаборатория она рядом с ней час находится не под самим не часа рядом так так найти арта мы видели только чуть и не другие продукты а вот смотри тут можно лиц уже разглядеть там вроде продается и можно было увидеть да тут тоже от начала игры сам контролер выглядит неплохо так все гифки еще будем гифки смотреть господа не забывайте ставить лайки и подписываться так гиф это самое начало игры будет я стал сталкер почти не играл и из-за этого мне непонятно мне тоже непонятно для меня тоже все это впервые я вижу это будет в самом начале игры а могу гифки а вот я могу гифки переключать они тестируют тут аномалии смотрите на кпп которые и в трейлере было и на концептах мы видели просто тестируют тут аномалию какую-то собаку разорвало смотрите как спасибо за лайки не забывайте подписываться кто не подписан мощно вот самое начало игры мне кажется 100 лет заклинил вот пес на нас нормально а потом мы наверное ногой оттолкнули его и он улетел в аномалию кейборг убийца это они снимали аномалия пузырь этот карусель слизь и как там хин он тут хим и химикат называется что-то огонь огонь так себе на это прямо нормально но огонь тоже такой вау вот тут вот прям удивление светлячки к свету летят на мутанте смотрите на собаке мухи прямо отлично светлячки причем светлячки смотрите тут сейчас он прилетит мимо вот видите светлячок прямо реальный листва не знаю зачем мусор типа новые мутанты какой-то рой пчел ос мух тоже сцена какая-то тут непонятно что они хотели этим показать как молнии бьют или что окей тут смотрите как намокает покрышка гаусс пушка новая рвс дуга сейчас господа я в туалет схожу а то блин не можем не можем сейчас буду вот 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 так вот и я летели дальше тестируют электро выглядит прикольно электро гаус пушка который не работает или она подзаряжается таким образом непонятно так вот это вот непонятно у тебя стрелка двигалась как это называется какая стрелка двигалась ну это как поверхности частицы появляются поверхности я думаю тут неинтересно тут только вот как кровь клещется интересно остальное но плюс-минус одинаково ну и вода как-то она плоховато мне кажется плещется вот смотри во первых там сзади как какая аномалия и вот этот бабл об пузыре я сейчас мы будут лопаться прикольно анимация курение вот это вот прям что чересчур сделано это как дым там ветер распространяется окей вот это вот прям прикольно вот еще раз посмотрим мол не ударяет в дерево это причем я думаю рандомно будет мозг из лаборатории зеленый его какой-то жидкостью оплоскали маковое поле но красиво это мы видели это дождь как я понял испытывают и штанг сталкер бегает бежит бежит короче непонятно но это мы видели ребра называется аномалия это самого начала начало игры это стена контролера как какой-то он такой не очень как будто взяли из оригинала просто подземелье лаборатория искры с тозиком а в трейлере там был этот сайга было в ананас хитера про что смерч и новые аномалии но я не думаю что она рандомно будет появляться искажение и вот из концепта артов так все на этом да гифки кончились ой лор по картинкам пойдем или по лору вы вообще на текстуру посмотрим чё за текстура аптека до аптечки а смотри аптечки будут шприцы все я понял референсы корабль и дальность связи можно карту открыть твой выбор нужно вот карта глобальная так выглядит карта чизо нашей игре будущее если она выйдет так сейчас вот так вот выглядит у нас карта зона теперь как и шея болит начинаем мы с малой зоны южный лес тут к сцена начинается малая зона и потом мы как бы тут кордон теперь тут болото место отсюда переехала сюда болото соединилась она за топом мой за за топом зато нам гидродинамика тоже не час сама не и час тут дуга карагу как карагодский лес какой-то чернобыль 2 ну понятно химзавод где варта вроде сидя на промзона малахит сколько минут стримишь уже час час стримлю короче у нас будет не час и малахит мы можем либо на малахит работать либо на ней час росток тут значит бар янтарь рыжий лес янов окрестностей юпитера юпитер сама припять чеса железный лес генератора цементный завод градирование дикий остров где монолитовцы бродяга будет из интересного 3dlc холодный остров песчаное плато и тайны лиманска она я за едой пошел окей разделение локации дуга не знаю почему через железное железный лес и дуга красными обозначена видимо в эти зоны нельзя будет зайти просто так общий путь официал вы нелегалы с киев плюс стрелок сайды необходимо доп лока или пол про проход для игрока на комплексную крупную локацию блокаут арта блокера арт пас в процессе ревок бьютификации локации финальном виде а все я понял получается чес и железный лес и дуга еще не сделано но на этот момент так тут уже поподробней лаборатория реку активации топливное хозяйство экспериментальное поле 2 экскаваторы недостроенный дворец пионеров 27 припяти район лазурный юпитер опытный завод осир недострой градирня хим водочистка опытный завод скат 4 все таки будут скаты лейтенант соколов номер один лифта пока что нет завод лифты и путепровод и 1 сегмента лифт пока что нет номер один цвет абк у аэс столовая при общежитиях завода юпитер номер 7 столовая досав гараж битом это как раз аномалия по моему да обрушение обрушенная высотка крен дома варта лазурный x8 дом быта юбилейный школа номер три обвал школ на школа из 4 из 4 микрорайона ирл восход магазин старта год долг детсад дружба а долговцы смотри мсоу автовокзал кпп предел кпп соп бункер 3 брошенный научный городок бункер один бункер 2 брошенная техника рынок аномалии плавни мост смерти пара на через смотрят до полустанок общежитий номер сенант короче припять тут не сделано от слова совсем а свод кафе припять причал значит а где-то по идее и этот колесо обозрения должно быть городской парк самоходы старые хаты общежития общежития хоза за корпус авангард а смотри под авангардом это что путепровод под авангардом или меня глючит центр припяти район 5 в реале эти дома не достроена площадь и ресторан вообще припяти очень такая детализирована по карте стадион рынок станции янов водноповерная башня зулуса я думаю он будет там бункер искра он в курсе что у микрофон не работает у меня микрофон работает не надо байтись я же вижу что микрофон работает у меня топь восточный блокпост понятно топь южный туннель оазис 1 вентиляционный комп комплекс мы знаем оазис а значит будет заход сюда туда сюда да и на арте мы видели уазис болото проще заброшенной деревне пещеры снорков склад долго бывшие карьер узнаем симбионт коллектор деревушка че на чес поедем на бункер гамма паучья лапа не видно на саркофаг энергоблок номер 43 компрессор 2 1 компрессор а по идее 4 энергоблок тут должен быть вроде общенное плато цароший овраг магазин петра хуторок станции разгрузки мобильная электростанция фундамент концепты из еще одиннадцатого года сталкера или вины клевина какие-то пп зенит висоповал переезд дизель лабораторий x19 нормально кпп чс тут особо ничего напор на бассейн сосны бункер бета интересным паучья лапа посмотреть что это я думаю это что-то типа будет как в метро exodus так у тебя микро работает так микро работает я вижу что человек просто звук был выключен так убежище а это мы телепорт в x7 генератора мы просто так не можем пройти наверно мы телепортируемся и по моему это вот мы со стрелком идем кипятильник от лаван кран карта местности скан 2 бы 100 бункер альфа но особо брошенна деревня рынок брошенная техника либо завод у него телефон звук не дает но тоже возможно беспилотные разведчика из зп до сих пор он там лежит а он же лежал ну если условно взять оригинал станция янов тут капачи и вот тут за капачами он в роли лежал теперь его перенестили сюда нормально роща полетели дальше холодный остров вечная мерзлота холодная деревня наблюдательный пункт лаборатория x6 корабль дальней связи урол пустые капсулы из x18 теплоход чайковский грузовые контейнера он делся все размытые насыпи к холодному острову постразвилка взлетная полоса не час коса кабельный развеет вителя горло пересыхает ужасно говорить вот как раз и из концепта кладбище и тут на ч.с. всех привет дорогие друзья так и смузку поменяем цементный завод бетонный лес полевая база радиобиологии южная градирня площадь т.н.ц. пожарка красная крепость а это где вартовая монолитовцы будут пятый блок как раз кипятильник так этот в реальной жизни был канал воин торг ну дальше там будет более детальный подсфанка непонятно почему она рядом вот по сути рядом с ч.с. свора переезд ждем ост тайники потом увидим пуссу долг бункер с техникой обочина барабочно на многом баров логово бюрера хуят какой-то в росток бар поле крапивы остановка с автобусом зерковолхов росток аграрный цех тоннель остановка трещина у янтаря завод янтарь x16 бункер сахарова сахаров уже все подтвержден автобусы на краю свалка кунгов кто это мема понятно не час лабораторий x11 где из трейлера дата-центр сервера не час север терминал монолит агата дополнительный терминал так другой трек включим вертолетная площадка ферма артефактов а это значит все понял как корпуса ли корабельный шлюз путь отрядом бродяги коллектора периметр не час турбина аномальное поле периметр не час внешний южный блокпост а точка интереса . интереса . интереса объекта крот крот будет вибромагазин на обочине ясно пикник на обочине рыбхоз тоже из концепта причалу метеостанция блуждающие огни болото гнилой омут закрытая книжка плот без коперника медный мост вышка тесла лаборатория гидродинамики насосная гидродинамики крытый бассейн макет карибского эксперимента ангар пума камень бездельника сухогруза и львов мобильная станция который мы видели затонувшая деревня страху лисе котел земснаряд землянка затон закрыта хижина сгоревший хутор и плато сеть пещер пещеры под хутором смыв канализации и кара разрушенный трубопровод лагерь и кар гора с пещерой бункер сатурн кафе южная кпп лагерь у дороги вид на затон фуры к болото к болоте болото ну то есть передвижение но все-таки техника мне кажется будет рабацкие домики вентиляционный выход сухогруза шевченко временный лагерь шарама портовы краны кранангар патрули варты гамма ремонтный причал аномальные топы топи скат 3 пещера снорков аномальное поле цирк бывший цирк значит там уже нету аномалии понятно баржа новое вот он на месте дом на болоте консервный завод ж.д. туннель лагерь темного а т.п. а это получается уже этот кордон уазис 3 не пойму то ли это артефакт уазис либо это бар уазис грузови к смерти но мы сейчас и дальше это увидим сможет что-то клетка село копачи вот они пуссо бетонный лес а это как раз эти острова так болото сейчас чернобыль видно на карте кпк что-то телефон залагал так болото тлеющий хутор кладбище у церкви старая церковь подочный привал насосная станция все знакомы нам телепорт хиж номер 2 остров валунов второй форт пост телепорт хижина номер 3 база чистое небо подвал кланчи я думаю на базе чистое небо кто-то будет но не чистое небо природные непроходимые препятствия катер на мели зеленая зона какая-то старая церковь кладбище у церкви болото алекс нор какой-то хижины за переездом лагерь с вагончиками в идее тут железка должна проходить но ее нету всех привет дорогие друзья кто присоединяется не забывайте ставить лайки и подписываться руины деревни временный лагерь гнилые остатки каркасов вагонов бывший товарный состав из чистого неба аааа понятно а все я понял туннели тузла полное обрушение моста лодочная станция затопленная и потерянная вылеждая ветка бывший товарный состав так понял гнилые остатки так вагонов ясно старые дома квеста с лесником лесник спустя там сколько 9 лет еще живой неплохо лесник лесник прям нормально живет лагер лагер квеста с пленниками контейнеры жиды переезд смотровая лагерь разрушенная вышка портовой крана сухой груз шевченко временный лагерь шрама но это вы видели дом на болоте ясно вроде с болотом мы все поняли самое начало игры ну и можно из трейлера вот этого увидеть последнего предпоследнего южный лес для открывающей катсцены насыпь грунтовая дорога зил старт забор колючка погнали дальше тут вот интересно еще надо попить ай хорошо давай откуда начнем сверху не давай снизу а карагодский лес пожарная вышка магазин памятник который на концепте мы наверное видели склад сельсовет лаборатория Кайманова который болотный доктор наверное лагерь сталкера кладбище упавший самолет перенесли на длс хижина баба яги ну все женщина будут школа стадион детсад жилые дома гостиница ласточка внз круг пожарная часть магазин клуб военторг еще один госпиталь ч ч два банна прачка котельная воинская часть но там всего лишь два здания вроде два три рут кпп подземка под дугой автопарк вход в техно тех коридор насосная вид на чс блин либо локация настолько маленькая что чс можно будет увидеть откуда угодно хотя 30 километров если в жизни все же не везде увидишь чс да и какая прорисовка должна быть вершин дугой спусков коллектора минное поле жд кран кпп литер д а скрой ч2 текст зданий склад свалка ком-центр монолит градирни трансформаторные пробежка к дуге озеро ситниково остановка к дуге пруд точка интереса дуга малая дуга охладителя скс кристалл затопленное поле стрельбище дуги кпп пп пышка снайперская позиция дом лабиринт военные склады мсоп монолита варта мсоп кто это соповцы военные наверное деревне печи от домов уаз слетел с дороги стал из к очень и сказочные наверно непонятно что-то холме погнали дальше погнали снизу внз круг причала браконьера разрыв о земле труба дамба периметра старое кладбище танк в болоте собаки вот это вот начало будет восточный коллектор так проникнуть зону выйти в зону добраться до заброшенного бункера деревню у стены заброшенный бункер ученых сомы и слепые псы трансформаторная опора лэп техстанция коллектора колючка ежи укрепление тайник внутри стены можно в стену зайти природные непроходимые препятствия ворота после пролога открыты можно будет вернуться в принципе дом смотрители и привал сталкеров горелое кладбище тропа смерти перронов холм точка скана провести сканирование баржа пещера точка скана 2 игра старт крутой холм черные черные копатели кладбища сторожка нападение аномалия на время пролога почтовое отделение вертолет МТС залезь выжженная деревня черевач школа вечно горящая усадьба аномалия станция орбита лаборатория x15 бункера въезд x15 землянка трещина в земле лагерь сталкеров горячей торфяники заброшенная вертолетная площадка в лесу камень эквалибр ист лагерь сталкеров с вышкой пионерский лагерь сказочные аномальное поле вырубка горячей торфяники охотничья вышка мель уаса врезался в склон одинокий дом страшно дерево остановка водяной шар пляж дом рыбака точка интереса тех станция распределить ель на промзону каменный лагерь логово вертолете интересно стелла сказочная деревня печь адамов мы видели костер тут какой-то дальше вот как раз малая зона давай кордон сначала посмотрим родные места ж.д.туннель вова вист ясно шутка вышла из-под контроля мем бункер сидра деревня новичков мертвый лагерь атп бандитов грави на свалке источник электро туннель элеватор гнутый мост свиноферма туннель под горой там же нет туннеля теперь будет разрушенный хутор напротив напротив которая грузовик смерти кпп бандитов оазис 3 тоже непонятно неизвестные нам туннель к сфере лаборатория х3 кровососки мера секретный радар х3 бункер дом монолитовца а коридор техники в яру кпп на холмах буфер это вот самое начало тут буфер собаки ворота после пролога открыты так тропа смерти но это мы видели все пещера вот это вот не видели анмали на время пролога вертолет вот магнитная пещера вход под горой а но видимо и мы на кордон выйдем в залезе мы приедем так освещенный источник лохматый дом крещеный холм гараж линзы вышка аэростат дом игрока бара за леса понятно надолго мы тут гнездо аиста лагерь на холме камазы пункт контроля логово кровососа старая мельница глухой луг бульба аскро временный лагерь базовая станция вышка кпк связи коллектор в сферу сфера бункер сферы бункер тоннель в сфере мы видели все это подмыв лагерь тихого коса дики топи камни зуб мы тоже видели на рим база стоники химик увидели это блин опять пить я захотел так сейчас погнали дальше так дуга но это мы все видели просто оно пошире малахит вот зеркало археаномалии янтарь станция радуга озеро янтарь панель под озером сжигатель пункт транспорт тропосферной связи sorry малахит малахит лабораторий к 17 малахит башни рассвет заправка деревня кровососов дом охотника на холме лаборатория двупалого схрон двупалого под мостом смертный завод хуят башный кран свалка 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 логово бюрера электрополе который видимо в трейлере был завод лагеря в барана старая ферма слив труба свиноферма на свалке но это которая темная долина мне кажется заброшенный дом лагеря в мусоре тоже концепт мы видели тут уже не видно лагеря локтя депо переговоры штурм можем выйти отсюда брошенный кпп соп ясно мы можем либо с бандосами нормально договориться либо наоборот захватить ну да это вот поезд тут у них бар само депо параша прокладка трубопровода до сих пор не проложили на барахолка значит тут где-то где-то ладно кослом канала сворож это свалка 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 я башный кран центральный бетонный лес клетка с техникой хутрового канала так градирни но это мы видели уже вот кстати да бетонный лес маховик портальный кран какой-то хутору канала бункер с техникой тут ясно тут мы тоже все это видели юпитер мы тоже это видели ск4 могильник ну это мы тоже видели рыжий лес карьер склад контейнеров ведьмин круг 16 ну это все это тоже бункер сахарова мы уже видели только с другой перспективы аномалия испытательный цех НЗП вот видишь полстанок разрушенный деревянный мост ну это мы тоже это тоже видели все это свалка вот вот это вот медик склад заправка торговец ангар навес поле крапива шестилетний я обжегся крапивы пару минут спустя я пришел мстить я пришел мстить концепту из 11 года глобал мэп 1 понятно давай глобал мэп 3 возможно тут просто а нет поле сталкерский привал группировки диггера не час давай сюда о вся локация что будем изучать эту локацию аномалии плоти старая кпп военная лагерь это вот деревню бункер сидора свалка бандиты остановка элеватор плоти братвари оазис затон котел давай хочу затон посмотреть скадовска бандиты и нейтралы болото остров лунов собаки база чистого неба закрыть почему закрыть цирк цирк блин в туалет захотел сейчас приду Можете пока поизучать карту Затона. Так, вот опять я. Пушдающие огни, но я думаю, тут особо ничего интересно. В основном будем в Залесе, блин, обитать, я прям чувствую, малая зона. Химзавод, а стоя, а вторая локация где? Ну типа единица условно, где второй? Ладно, тут как-то это без логики. Бункер гамма. Ладно. Что это? Вау. Дилси янтарь. Завод, а ну-ка. Колдун, батя, линзы, зотов, хомяк, бандиты. А ну-ка. Сидорович темный. Ломный. Косой. Локоть, локоть, золот, косой, завод. Это вот сами задания, как я понял. Шрам. Шрам стрелок будет, а Дегтярева что-то как-то нету. Литков, ну возможно он будет. Упомят, упомят, как правильно. Солод, по-моему солод тоже что-то знакомый. Фауст. Продяга. Тихий. Кардан. Кардан будет. Коршунов, Ткаченко. А он же умер. Генерал Ткаченко. Ткаченко. Фауст. Озерский. Он жив. Представитель. Шрам. Сжигатель. Лохит. Лесник. А на карте КПК видно. Лесник. Бандиты Варана. Рузвельт. Стрелок. Шрам. Агата. Коршунов. Ну да, что-то как-то. Этого нету. Дегтярева. Никакого упоминания. Юпитер. Ну тут видимо нет. Песчаный плато. А, кстати. А нет, маршавители это. Не час. Не час. Бродяга на не час, короче, работает. Я понял. Шустрый. Шустрый. Фауст. Все есть, а вот Дегтярева нету. Бандиты Сыча. Сталкера Бороды. Борода. Волк. Волк жив. Он не сгорел. Живой. Патрульвар. Сыч. Надо что-то как-то Дегтярева никак не могу найти. Шустрый. Ну много шустрого будет. Так. Ядков какой-то. Зотов. Ткаченко. Коршунов. Шарам. Озерский. Но это мы видели. Кайманов. Бродяга. Кайманов, мне кажется, это все-таки болотный доктор. Сейчас мы видим. Ну да. Шах какой-то. Нету я думал, будет Дегтярев. Почему бы и нет? Может просто еще не дописали. Видите, тут дофига еще свободного места. Вот. С2 контент. Ух, блин. А, ну тут особо не будем. А, стой. А, нет. Это из оригинала. Они взяли. Ну это из оригинала. Я уверен, что Скадовск, Лесничество, все из оригинала. Элеватор. Деревы новичков. Тут даже прорисовка такая. Вот это может быть и из Stalker 2 уже. Свалка. Из оригинала. Питонный завод. Нефтебаза. ЧС. Ну да, и ЧС из оригинала взяли. Так. Тест 1. Давай ждем. Прогрузится может. А, нет. Или еще грузит. А, давай подождем. Господа, не забывайте ставить лайк и подписываться. Генератора. Питон. 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 так все погрузилась тяжело-тяжело идет сейчас отвечу так это и из google maps они взяли из мода карьеры царкофаг разберешься думаю тут локации уже будут но более-менее отрисовано неинтересно тест 3 ясно но это я открывал уже еще пускай закрывается так это мы видели просто разделение на об все что интересное началось акт 1 эпизод 1 регион пролог артефакт скифа угасающие в игре они используются участвуют в костыне в кат-сцене интро слюда размеры артефакта монолит исполнитель только форма обеспечения и прозрачности что это так музыка может потише сделать так тихо что это угасший артефакт который скиф нашел за пределами зоны описание артефакт похож на небольшой осколок следы по форме напоминающие но не повторяющие в точности монолит исполнитель желаний и прозрачный без голубого отлива угасание разрядка процесса постепенной потери артефактам вывезенной за пределы зоны накоплены аномалий аномальные энергетики которые определяются его свойствами после полного угасания артефакта превращается в камень уголек пустышку черепок интересно детектора вели сэма куда картинка исчезла агилка смотри дикты детектор не видно там нам что это модифицированные детектора вели сэм описание модифицированные ученым и ученым германом для возможности установки сканера в местах с повышенной вероятностью реактив извиняюсь как-то плавит реактивации угасшего артефакта посмотреть что-то не перечеркнули так сканер контейнер сердечник так миру можно приблизить а вот как раз из трейлера сканер pd03 м антенна крышка кольцо для крепления ножика корпуса световой индикатор световой зеленый жк экран кнопки управления название место зарядки под низом есть фонарика для подсветки для чего вилку можно изменить на что-то другое если будет слишком маленькая по скейп скейлу медный контакт альфа артефакт кусочек монолита провода можно сделать черными чтобы не так ярко жилось в зоне ремень и чтобы нести на плече есть съемные карабин чтобы его можно было снять и прицепить на нижнее кольцо либо полностью снять и зафейкать анимацию ручка для переноса нижнее кольцо маркировка и дата фонарик под низом дизайн сделан на основе в старого фонарика заводской дата выпуска 91 вот что-то интересно начинается внутренний корпус надо сделать так чтобы артефакта вставлялся и не было люфта на дне можно сделать пружину для фиксации артефакта если нужно вот это вот как раз этот иди ко мне монолит скилл по соотношению с человеком если надо можно немного его уменьшить на экрана оставить прежним но экрана стать прежним понятно вот типа его можно сюда размер что это изделие скану sd03 описание специально прибора производства не час для восстановления свойств угасших артефактов с помощью аномальной пространства зоны находится внутри сканера под крышкой сферой сердечный контейнер описание что это пульт . припоя так сейчас компьютер с возможностью подключать кпк и или детектор медведь м описание установлено в заброшенном мобильном бункере ученых компьютерный пульт используется для получения точек припоя с аппаратуры пульт iso объект сфера ски вставляет флешку в разъем на корпусе скиф отключать флешку от разъема на корпусе почему-то зачеркнули не знаю видимо не понравилось материал но это как по идее должно выглядеть ясно малая зона блин пить хочется спада не забывайте ставить лайки и подписываться за этим чернобыля сколько я стримлю уже почти два часа референс центра пп4 прибора для замеров пси-излучений stalker team чернобыля что это прибор для замера пси-излучений stalker и т.ч. диентарь круглов семью в описании отработаны в не час сенсора аномальной активности сои используют а бойцам группировки варты карманные мобильные сенсоры пищалки которая сигнализирует по вам про уровень аномальной активности инвентарь иконка ясно пульт и к вот как раз этот с хлебушком необходимы спецэффекта работающего индикатора с засвет засветами точек что это индикатора кругового обзора и к стандартная к подключена к модифицированному оборудованию рлс а 35 сфера описание техник сфера припой использует устройство для нужда военных сок получение данных об аномальной активности зондирование излучения карта аномалии после каждого аномалии могут меняться или нет или там артефакт просто не если они могут меняться то этого и успех кроме выполнения основных обязанностей припои тайна занимается не совсем законной деятельности при посредничестве техника линзы с залейся эта девушка он обеспечивает или нет но этому девушка он обеспечивает и главу лагеря террикон нестора так называемый точками входа координатами наиболее разрешение разряжение на границе и он нас фермы эти точки необходимы для более эффективное подключение мобильных сканеров и сбора данных так все на регион свалка у кпк цементный завод может мигать когда нажимаем кнопки или при обработке информации ладно себе тон теперь мы знаем что это это пси бетон был все это время использует только в к сцене пси бомба регион свалка локации изолятора практически является компактной пси установкой в корпусе молочного бидона ничего себе картинку включим размеры обсудить прорезы в корпусе бидон молочный 40 литров ну это не интересно компактная пси установка в корпусе алюминиевого молочного бидона 40 литров описание используется шрамом для подавления воли отряда варты необходимая модификация кнопка активации в верхней части крышка провода протянутые изнутри укрепление укрепленное снаружи днище консультации относительно размеров так кнопки к лиду денису кудашова декуду корпоративная почта декут получается на схема видеографа чертеж плаката визиографа на стене на старой фабрике на складе не сторо описание выполнен по гостам сср требую отменить слезки в самостоятельно тащит описи бомбу то он нажимает кнопки также как и на панели сканера так желательно на спецэффекта клича мерцающий экран с помехами искажениями изображений интерфейса кпк почитаем карта журнал без бестии пестиарий статистика файлы то же самое как и в оригинале в ночь на ивана купала просто это заглушка хотов или новый обновленный логотип группировки монолит а стоя если по приколу отсканировать этот qr-код но он что-то нашел сайт какой-то все я понял арты и сталкера тони зенитюм лидер концепта артисты гск геймворд киев украина ясно можете сами отсканировать понятно мне так первый найденным скифом мы можем менять первым найденным скифом кпк особой серии которые использовались бойцами группировки монолит должен отличаться визуально от обычного сталкерского описание кпк принадлежит одному из бойцов фауста которые напали на людей варана возможно изменение относительно кпк сталкера или игрока усиленный корпус рамки чехол другая форма клавиш другая подсветка клавиш ночью другая маркировка серии изделия маркировка тайник монолита иные отличие отличительные особенности данный конкретный экземпляр является поврежденным и не функционирует поврежденное вызвано падением попаданием пули стекло экрана разбито корпус покрыт трещина интересно так дикий остров все установка особо тут давай не будем вот вот это вот посмотрим стол на части компактного пси установки может использовать в качестве генератора несущей частоты для системы пси связи нити для связи со своими бойцами группировка бывших монолитовцев в полдень используют на станкерской сети собственную систему связи основана на альтернативных пси волнах которая была разработана в период активности проекта икс регион болото мобильный пси антенна пистолет фауста скиф получает пистолет в к цене фауст чейн что это разъем для подключения сканера к видеографу с помощью разъема сканер подключен к видеографу связкой так понятно интерфейс связи времен проекта икс способным визуализировать трёхмерную голограмму человек использованную ученую для различных проектов описания в подвале каланчи используется для связи ученого ученого группировки чистого неба с представителем осознания ой блин во время их активности этот визиограф является самой ранней версии устройства и отличается компактными размерами aus чейн регион болото локация базы чейн подвал каланчи активность аномалии чистого неба чтобы оставить ставить карту безопасных маршрутов для патрулей и кара так что как-то это youtube боганулся показывать один зритель странно ладно тройный один с кейфом кпк особой серии которые использовались бойцами группировки монолит командиру варцовского отряда дельта все изменения относительно сталкерского кпк актуально что такое почему так флешка для архива не час сердечник x11 ключ карта ну тут мы не будем короче счет будет с монолитом так 7 так неинтересно ахи разжигатель дуга тоже не интересно регион кордон ну вот здесь все накопители вектор все ты картридж нейропрограмматор используется в катсцене стрелок икс 3 2 стойки стены с экранами лт трубки по объемым сторонам коридора включает в катсцене стрелок икс 3 экраны загораются регион кордон сходство со стеллжами в магазине хустоваров припяти старый кпк стрелок икс 3 так что это кпк из старой серии игр прототип является кпк hp ipa qh так на платформе pocket pc выплачены в июнь 2003 года внешний вид был воссоздан практически с полной точностью был короче на экран за счет добавления относительно крупной надписи вместо логотипа компании так также у кпк на задней крышке были замазаны логотипы microsoft windows с надписями ряда microsoft windows а по поваред и голографические наклейки с серийными данными устройств прототип тачи версия для ксцент и че никаких логотипов samsung качпипы добыть не должно прототипы тачи модели может быть и вот такой вот у нас на версию для английского релиза тачи ясно больше ничего не туда интересно значит будем менять опа так 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 также как и альфа артефакта нужно в двух состояниях угасшим и активным а найденного найти напрямую использовать нельзя что это артефакт стрелка или спутник второму лоре об угасшем состоянии описание скиф получает артефакт из рук и стрелка в лаборатории x 3 вот он вот он вот он что это артефакт стрелка или спутника в старом лоре в активном состоянии описание это артефакт можно увидеть только в кассцене с доктором наблюдателя так но это неинтересно пойдем дальше военная карта припяти новый дизайн ну тут ничего интересного мертвая долина альфа артефакт читали общее тут вот интересно за три игра змейка жив нет голос и от змеевика так погоди милик только голос шрам и стреляя он свой шрам так скиф выбор т по таймеру выбор скифа бидоне такая же панель управления как и на сканере скифа производит те же действия режим пуск скиф отказывается помочь шрам ставят бидон шрам закрывает дверь так появление все аномалии дверь наблюдения как в мобильных бункерах ученых так только как на пошире хлебала поужина пока скиф наблюдает за самым расстрелом варсом шрам убегает по туннелю скифа выходит на плац есть два входа вот такие эти уже сюжет ну-ка сцены всякие монолит вот как раз эти и больше эти интересуют скиф идет к стойке скиф вартовцы было стало скиф заходит в комнату управления и бухтит на долина коршунов оправдывается долина долин устанавливает сердечник в разъем долин предлагает скифу спуститься к исполнителю а камера в игре устанавливается в позицию и угол так понял так сцена на внутриигровых механиках нужно запланировать необходимые для нее анимации это понятно скиф спускается в зал монолита монолита начинает визуализировать только когда скиф приближается к нему скиф слышит зов монолита и подходит еще ближе появляется фантом и стрелка скиф входит в фантома и получает пси воспоминания один из ложных финалов тачи нужно актуален скрин локации сета балдежно балдежно вот все эти снимать и к вот это вот все конечно интересно нам и по сюжету приблизь но много всего тут скриншотики а нет это просто фотографии ну это как сцену строить это нам особо не интересно дикая территория обновленная которая уже в процессе стройки вижу на депо входу депо к сцена нужно грозовой вагон с раздвижной дверью излучатель искра вариант шрифта сканер об 2022 году загадочное богатство зоны уже не ограничиваются артефактом в среде сталкеров и искателей приключений появился новый вид охотников за ее аномальными тайнами при помощи специальных приборов сканеров появилась возможность реактивировать угасшие артефакты которые однажды были вывезены с территории зоны и угасли свои аномальные свойства изделие сканер sd03m изделие состоит из цилиндрического корпуса и сферы коллиматора прибор может устанавливаться как на плоскую твердую поверхность такие на открытый грунт в рабочем положении устройства необходимо располагать вертикально для обеспечения точной установки служит пузырьковым уровень полевых условиях управления устройством может осуществляться как напрямую при помощи панели на корпусе так и и дистанционно с помощью кпк при условии установленного необходимого программного обеспечения лампа и де индикаторы расположены кольцом и у основании сферы служит для контроля режимов работы устройства также необходимо следить за уровнем заряда аккумуляторной батареи для подзарядки и подключения считывающих приборов предусмотрен специальные разъемы в нижней части корпуса сердечник ясно сканер как выглядит сам сканер короче все будет зависимо от этого сканера вам на выбору увидели скиф просыпается диалог с германом прыжок с зила вороны берем сканера драка взбираемся на зил взбираемся на капот прыжок через забор финальный диалог так нападе нападение скиф встает сканер запрыгивает в дом прибегают бойцы варты до снять вартовцы отряд расстреливают снайпер скиф забирает сканер снять пробежку появление шустрого пробуждение скиф просыпается знакомство с рихтером хорошо то чтоб тебя так появление крышного скиф соглашается и ф отказывается враждебное начал до вспышки гранаты появление коршунова скиф соглашается скиф отказывается встреча с а я понял появление агаты германа отпускают германа убивают не сдавать бородягу сдать бородягу тонкая материя бородяги талисман тут какой-то на сцены в баре начало сцены зотов заходит в бар вариант мы не знаем все и правда некрасиво вышла не берусь судить припой сцены до снятого втором пуля так 4 месяца назад хотели в двадцать первом году игру выпускать понятно так сына разговором до выбора второй пул так понятно скиф стреляет в припое спасаем припое даем припое умереть себе дон он стрелок стрелок и x3 полностью к сцена отдельно запись темного только лицевая анимации звук стрелок pts полностью к сцена тонкая материя шрама шрам открывает капсулу ищет бродягу это трудно принять тюрьма сознание мне нужно время жизнь для живых снять раскачивание капсулы дружественные шрам открывает капсулу ищет бродягу с первого раза такое трудно принять я знаю шрам тюрьма сознание жизнь для живых бродяга и фауст полный к сцена массовка 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 база чистого неба смерть фауста ноги скифа озон это жива встреча с ректором и прохода до двери диалог так скиф спасает ректор он вершина зоны не знаем кто это и тут никакого объяснения на знакомство со шрамом так там по моему слева нет вариант приветствие варта вариант приветствия искра искра 2 диалог у костра вариант сцены по ветке варты искры сцены зомби вариант концовки варта варта так искра варта варта искра искра варта ничего не понятно понятно догнать зомбаков финал варта третьего лица скиф и агата вышли на открытое пространство не мог так скиф открывает коробочку достает брелок детали она не могла быть свободной зона скиф не убил кайманова ветка скифа скиф убил кайманова ветка стрелка там был стрелок испытание монолитом дай мне богатство хочу жить вечно хочу править миром крайние меры вспомнить все финал стрелок идут мимо капсулы проходка мимо 2 капсулы стрелок и рычаг стрелок в капсуле скиф так гоним скиф с дегтярю неужели дегтярёв все-таки будет вырывается в комнату с монолит с мониторами день 87 финала варта так скиф рассказывает долину об отце скиф не рассказывает долину об отце диалог о долина с отцом и долина вырывается блок представительства представителя долин бросает блок представители все рушится долину так ладно искра то есть все таки будет дегтярёв ясно на пороге хрустального замка 2 пес на привязи искра цену к страну ничего не объясняется к сожалению тут чисто как какие ролики врубать к сцены вот все ладно главный выбор это мы видели вот так 100 0 меню до лужи шустрый здесь что шустрому приходится держать и пушку и сканеру сканера должны быть и собраны ножки проблема в том что у сканера совершенно отсутствует вес шустрый его берет одной рукой как бумажный тубус когда герман его еле-еле не с этим нужно что-то сделать фейту black pull вот анимация ну анимация по картинкам да ну то что мы видели в трейлере то что мы видели в трейлере понятно ну вот так с киев и просыпается от резкого торможения и удара ящики по инерции летят вперед вот что в самом начале подносится подносит ли герман артефакта к фаре от этого зависит материант для bfx ли хочет чтобы сканера удерживался ремнем прижат к сидушке сейчас нет анимации как германа растягивает ремень и освобождает сканер или мы подразумеваем что при ударе он порвался сканер упал на сиденье так где текторного так понятно пролет вертолета а смотри еще скрины самой игры а нет это из игры нет это просто фотографии понятно вот тут еще думаю в дневнике разработчиков и по моему битве ясно генератор мы уже видели ну и финал в тече это же из игры на баратуре x7 капсулы могут принимать вертикальное положение окей так это мы все просмотрели первые фотки с высоко но у меня в ролике можно это увидеть поэтому давай это что я в ролике не показывал всех пресс дорогие друзья кто присоединяется не забывайте ставить лайки и подписываться сколько я стримлю блин два с половиной часа так сейчас секунду секунду опять не час мне уже помочь это как-то плавит не слышал как как тот стучит это плавит меня так не час понятно это все делом не час этот контролер так сталкер какой-то обсерватория бюрер аномалии аномалии проверка аномалии тут трещина антипа показывает нам заделать на а тут что им не нравится сена уехала замени на гибрис и штукатурки понятно ультра так бетонный лес но это уже в самой игре тоже из самой игры на свалка по моему да похоже но выглядит нормально что за подрывки ух дикий остров лодочной станции то что мы показывали что будем читать локация бар свора время день солнечный что происходит просто красивый скрин с кучей мелких деталей и объектов вокруг а и локации лес справа свалка вы видите справа свалка и куча металлолома слева обжитое здание всем привет дорогие друзья не забывайте ставить лайки и подписываться на свором локация бар свора время глубокая ночь что происходит задача показать быт сталкеров он кто-то сидит за столом кто-то возле бочки кто-то чистит свой ствол все это происходит темной ночью при полной луне освещение от теплых ламп и костров таким образом мы получим ощущение уютного сталкерского островка безопасности в то время как на заднем фоне темная ночь а в спинах и холодных тонах дающие чувство опасности за пределом этой локации там ниже нет ничего что ему смотри показывали нам скриншот ну арт там все блин забита тут ничего хотя возможно просто билд и не успели много деталей сделать локация дикий остров лодочная станция время раннее утро рассвет что происходит пейзаж раннего утра солнце только-только начинает вставать из-за деревьев на горизонте на озере легкая утренняя дымка тома возможно на персе посадить одинокого станка рассмотрящего на солнце звучит неплохо референсы понятно локация горелый лес горелое кладбище время глубокая ночь густой туман что происходит игрок стоит среди могил из густого тумана местами видно рассеянный зеленый свет от артефактов аномалий кисели по центру четко виден на силуэт контролера а по сторонам от него менее видны видны силуэты зомбированных сталкеров референсы это из игры где надо бежать так андекут локация рассох время рассвет что происходит сталкеры идут через кладбище техники над техникой грави аномалии из нового интересного локации которые раньше не показывали культовое место ира интересно смотрится на рассвете смотри какой скриншот это скат это плато до гилка 01 выглядит неплохо вертолет малая зона время день что происходит утопленные в болоте вертолета подбор уникального артефактов химических аномалий мрачные туманная атмосфера с прибитыми цветами и болотно-коричневыми тонами возле вертолета в инвиз уходит кровосос ничего себе за нового интересного локация которая раньше не показывали новые артефакты мрачная атмосфера из вертолета получится интересная композиция так понятно боже боже мой это гениально локация насосная станция время день ближе к закату что происходит перестрелка с бандитами динамическая сцена снова интересного локации которые раньше не показывали уникальные по прошлым часам уникальная перестрелка новое оружие это интересно из-за трейлера взяли они да по моему из трейлера вот смотри насосная станция только по-другому она показана локация насосная станция время день ближе к закату что происходит перестрелка с бандитами динамическая сцена из нового и интересного локацию которая раньше не показывали узнаем по прошлым частям уникальная перестрелка новое оружие это вот интересно что это локации террикон время день что происходит скрин с оружием в руках ничего уникального ясно дорогие друзья всех приз до 10 человек на стриме это рекорд по моему на этом канале ставьте лайк подписывайтесь смотрим сливы stalker 2 снова интересного локация которая так ну понятно тут террикон локация дом рыбака так вот выглядит окей локация дом рыбака время вечер что происходит скрин локация сверху локацию раньше не показывали это из игры не ну господа ну прям супер выглядит я бы сказал бы 10 из 10 локация рыжий лес время вечер-ночь что происходит битва схемеры в лесу динамическая сцена леса нет будет леса нет будет усеян вручную снова и интересного регион которые раньше не показывали который и узнаваемые новый мутант был оригинальной серии не необычно на контракте с остальными скриншотами но это понятно извиняюсь вопрос в горло уже пересыхает и тяжело уже читать у вас 2 мельницы которые нам показывали ну блин ну как то никак скриншотах старая мельницы малая зона время 8 утра что происходит по атмосфере и духу что-то в стиле скриншота для pc геймер с залезь им локация красиво отображается украинской культуры в зоне понятно аутентичность и уникальность зоны как противовеса советской индустрии индустриальности по атмосфере возможно тяжелые объемные облака на фоне научить теплым светом на доме и мельницы состояние как и перед грозой или сразу после проработать забора добавить фоль и аджей плюща кустов проработать дорогу добавить детали и так далее эти арты понятно болен получается нас обманут или это просто недоделанно локация ждем моста свалка что происходит зарисовка игровой локации или поиск артефактов ничего интересного напорная башня малая зона что происходит перестрелка с группировкой бандиты возможно возможно назревающий выброс на фоне игрок прячется в здании и отстреливается из этого локация свалка что зарисовка игровой локации чтобы ее боевка с мутантами локация крещеный холм малая зона время 8 утра давай посмотрим аномалии ну расставили точки где аномалии а смотри гнездо его наверняка сбить можно зарисовка культовой локации и пейзаж с промо арта к теням чернобыля терроризно где сталкер стоит я бы не узнал бы что происходит зарисовка так красивый контраст украинская культура и зона группы сталкеров входит в арку по направлению села в далеке видны сталкерские костры да ладно ну не узнать не узнать я не вспомнил бы если честно не смотри и тут сделано вы хотите сказать и 12 лет а или сколько там все это простояло локация автопарк дуга время 7 утра что происходит исследование территории в руках оружия и детектора в кадре аномалия освещается геометрию зила снизу локация лаборатория кайманова гору год проход запрещен небезопасная зона смотрю у него велосипед там так что происходит мистическая зарисовка локация возможно ночная сцена с холодным освещением от луны следующий туман теплый свет пробивающие из окон хижины возможна визуализация работы защитного периметра лаборатории в фи x локация зале отрасывалка время 19 0 что происходит поиск артефакт в по дверью справа и тело врага врага сидячая поза в глубине сцены электрическая аномалия на полу разлита вода с отражением демонстрации люмен джи джи ай локация станция переработка отходов это уже реальная локация но из игры что происходит перестрелка детализированные интерьеры индустриальное помещение вот я про это говорил когда там в начале стрима так а база полдень дикий остров время 15 00 что происходит сцена быта на подходе к базе полдень бойцы полдня много мелких деталей на бетоне плюс а дикали лучше с отражением возможно какой-то кпк кпп нужно уточнить по нарративу что может быть интересно вы локация бар обочина который мы видели на карте на не ну посмотрите но посмотрите красиво за это просто лайка господа локация бар обочина 4 ночи локации гиблая чаша гилка 01 но выглядит достойно следуем территории рядом аномалии локация горелая часть леса 7 утра идем через поле рассвет не ну господа все все но почему у разработчики все это скрывали но просто даже вот этот вот скриншот дали бы из игры просто можно обоссаться кипятком хотя вот это вот чувствуется какая-то зпшка локация крещеных холм 6 утра сталкера бредет через поле тут видимо специально понизили графику не знаю тут не чувствуется графика соглашусь локация кпп запад сталкера наблюдает на заставу так тут пусто танк танк господа 11 человек смотрит меня это рекорд не забывайте подписываться локации недалеко от дамбы периметра 12 ночи полнолуние что происходит под танком возможна химическая аномалия что ведь коридор освещает рядом скелеты танкистов и а кстати с трейлера походу и на переднем левом плане либо сталкера либо мутанта в зависимости от планов на локацию по моему в трейлере такое был ну локация такая похожая я предлагаю pdf сначала посмотреть обратить внимание на приложенные концепты сейчас skybox выглядит не так кажется что это должна быть комбинация варианта 2 и 3 вот так вот выброс будет выглядеть например на резюме некорректные отражения не проработанная скиш пера плоские деревья однородности растительности так отсутствие достаточной воздушной перспективы пока не могу понять то ли это из-за низкого резолюцию думаю читать это бессмысленно просто показу ой боже обоссаться к петку кипятком просто посмотри на это посмотри это же уже игра тоже уже игра только локацию не узнаю росток что ли нет хоть новая локация наверное на росток чем-то похоже ну да это росток похода просто обоссаться вот он указывает на ошибки но типа для меня ну я просто привык наверное к оригиналу ну типа для оригинала это нормально для новой игры вот да это все официально можно заявить и что в баре 100 рентгеном воля теперь свободовцы официально разнообразие травы неоднородности засевы разная стыковка плиты и комбинация декалей есть ощущение что нормальный деревьев смотрят в разные стороны они сделаны по сферам и из-за этого и крона деревьев выглядит плоско обоссаться ой это же бар арена смотри ой боже мой вот мы входим смотри какое освещение я не буду читать тут или тут нет текста по моему ты нет текста окей а знаем понятно дискорде переписывается почему-то я выше не могу там выше скриншот а может как-то можно перетащить немного но как-то этот скриншот можно там сверху еще один скриншот притащить его я хотел самый верх ладно что это а вот это но барс фаренген справа были ну выглядит очень очень четко свобода вице видимо боже мой обоссаться просто туман выглядит не естественно да боже мой как же он выглядит прекрасно они будут читать этот они показывают на ошибку она нового видно что типа ну окей мы просто смотри тут они сидят это уже игра эта игра боже мой как красиво а вместо барменов какой-то другой чел бандос походу до ученый я не верю но просто не верен не верится воля сама арена походу на внутри там и на просто обоссаться это из оригинала оригинал нам не интересен так что там нравится то что просвет не присвечен нравится световой диапазон в центральной части изображение не нравится провал в черное по бокам любит боже мой практически все смысл моей точки зрения так должна выглядеть ближайшие дистанции в аудор локациях не нравится пересвет неба я бы хотел постараться избежать подобного рода пересветов если это возможно проходная чуть-чуть изменен вход в бар кто это попивает водочку мне кажется нам бандос это бандос бедро бутылки обоссаться смотри а это фонарь походу забор тут опять они ниже не могу ну ладно провал в черноту на всех планах картинка становится плоской из-за отсутствия воздушные перспективы это что ему не нравится и ну выглядит очень достойно выглядит очень достойно господа это же самое на а только еще этого не было что это вот не видели мы это не но слишком много техники и на вид она по моему даже рабочий так это мы видели так и это мы видели на ну да ну повторяющийся мы особо не будем смотреть последним pdf к но атмосфера бар рабочий нам и это видели это тоже мы видели это тоже самое только на других этих погнали уберу все мы видели 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 но уже не удивить это бар 100 рентген это тоже когда-то давно очень сливали все это аномалия это непонятно видимо ржавчина какая-то или грязь текстура грязи а он тут показывает ли что левитирует а типа персонаж что сверху они должен колдун проходи и проходи и в залезь и новичкам всегда рада если только они бузить не начинают тогда мы их и без стволов хорошо хорошим манерам учим смекаешь наличио возможно нет это девушка на свора боже мой ну даже незаконченный концепт но выглядит кирпичи выглядит обоссаться как бар бар а дальше об законченная на продукты но это мы тоже видели на карте уже не помню как все это называется кладбище посмотри какое кладбище прикиньте ночь сюда прийти ты это вот посмотри это же игра это все игра это по моему к сидоричу возможно хотя вряд ли дверь еще какая а или это как раз в бар сто рентген припять так ночью выглядит утро ночь вот мы видели знакомые локации это а это и этот не агропром которые подземелье интересно нет не видно по идее должно быть а нет смотри и есть подземелье может что то еще интересно мы тут выцепим так не узнаю в выжигатель мозгов во первых ну какие то установки мы видим гилка но это мы видели скрину скриншот это все видели видели может что то еще может выцепим автобус смотри сталкера продукты флаг что ли там уже вдалеке ничего не видно военные по ходу вот как он забрался сюда но это наверное баганула танк ну бтр и там по моему танк а это мы из концептов видели и старых вообще да ну техника как а нет ну да он без двигателя по сути это мы видели вертолет от чем тюрьма это понятно это понятно вход в подземелье продукты а это вот как раз из скриншот описи геймер который журнал залезь и господа напишите плюсов чат если кто думает что игра выйдет с такой графикой так лопасть вертолет ну наверно какой-то скат так ну недоработанная тут локация ну выглядит выглядит шикарно смотри нива ну рабочие четыре колеса там что-то валяется желтый зил шкан что ли или что это летучая мышь этот бюрер бюрер так себе выглядит окей что это рассвет рассвет какой-то кладбище блин серьезно такое ощущение что это реально фотографии не знаю то ли это реально фотографии либо это из игры так какие-то аномалии желез скиф видит батю из танкеров за столом заходит зотов он требует у батя чтобы ему выдали косого который убил и выбрал варсовцев в осторожке до тех пор малая зона закрыта гилка над какой-то скат наверняка рукомойник желтый смотри игра выглядит очень шикарно он даже по сути вот этот вот кадр и ну понятно что недоработанный но даже в недоработанном виде он выглядит достаточно хорошо а тут вообще обоссаться посмотри наверно ультрах текстуры причем это еще в редакторе и возможно ну типа он не до конца все рендерит чтоб не нагружать unreal ну движок чтобы редактировать так мы посмотрели референсы мы смотрели это мы смотрел x8 припять недострой ну так ключевые локации затопленные недостроенные бункер идеи на другой регион локу гараж тут мы особо ничего не поймем не особо ничего интересного это вот локация но новая по моему градирни и строительные леса а чернобылит я думал блин я думал это сталкер потом посмотрю что это детектор знакомый потом чернобылит ясно x12 тут из игры ничего нету вход непонятно что это цех сборка реактора 3d scan 3d scan тоже самое да 4pdf что там и арт что это 5 дней надутать непонятно батл зона точка интереса плюс записка в этом месте игрок обязательно получит сообщение звонок по рации понятно и рация у нас будет не только кпк но и рация батл зона спаунер мутантов спаунер npc сложный тайник тут нужно можно проползти арт запрос тут можно поставить пропс меж когда он появится в тексте можно написать описание ссылку на конфлюенс жиру нифига не понятно но спасибо ну это сливали очень давно очень давно года 2-3 назад потом смотреть это не будем да и не интересно так это мы все просмотрели на остались только текстуры а нет стой где-то были текстуры которые это мы просмотрели вроде на минимум просмотрели нет в ролике тоже сканер смотрели карту смотрели 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 да да рендер рендер 12 человек ребята рекорд по онлайну это вот рендеры посмотрим какие текстуры но это уже готовы текстуры которые так ну ничего такого интересного нету телефон из трейлера который еще на русском был ученых стоит такая шняга но выглядит достойно пульт включения изделия готовность питания господа не забывайте ставить лайки и подписываться компьютер ивм и какие-то лестница байкал ящика с учетом смотрите а вам не кажется что нам придется как бы открывать ящик ну или анимация что мы кладем или просто вещи будут лежать канистры ящики сейфы дверь так ну ничего такого особо интересного тут нету заборы ну и автобус рендеры это компьютер лор а мы лор еще не читали юберный театр самые 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 интересные так это я в своем ролике вы можете на ютубе посмотреть вот это вот открывай так бандит рузовельт рузовельт бандит бандит пахан банды военторга бандит 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 кабинет шаха и смотровая площадка откуда цыпа правая рука шаха наблюдает за порядком в баре в баре будет играть музыка из-за советской колонки места стоячие как ноянове мвзп извиняюсь меня просто ой закрывать не буду мне просто горло уже пересохло пить хочется пси биокон пси маячок антенна за блоком управления на основании так находится внутри блока управления пси маячком хищ вместо в игре входа лаборатория двупалого анимации не нужны игрок будет видеть проход либо открытым либо закрытым место в игре пока что ничего нам вагонетка для туши снорка должна быть достаточно низкой чтобы игроку было удобно скинуть туда тушу снорка место в игре это ладно большие герметичные ворота с панели управления кнопкой иск и сканером для пропуска необходимо анимация открытия двери тяжелое медленное затухание открывшись наполовину недостаток энергии ясно бил бы пощупать локации посмотреть не 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 если билд сольют а то я чувствую игру просто перенесут либо просто отменят лучше все таки когда-то дождаться как видим они много сделали pdf разработка шла не зря делали pdf и не писали текст сделали мини карту ну карту обычно локации не пару скриншотов поэтому игра думаю готова чуть-чуть но готова как минимум там были скриншоты где написано билд если салюта билд то думаю игра не выйдет будем с билдом только и сидеть а препарированный снорк на кушетке профессора работал с его внутренностями так место в игре нарисованный мелом план прохода на территории дуги и отключение малой дуги заряд c4 для подрыва малый дуги ясно но спор принос будет сто процентов только у них теперь будет причина что якобы слили инфу по игре ну может быть новых судя по скриншотам которые там были игра выглядит достаточно сочно достаточно сочно я думаю у них сейчас проблема с тем что у них открытая локация я не знаю но в общем игра выглядит интересно пока что скриншотом хочется пощупать ты прав и хочется побольше виде материала все-таки ключ для активации перегрузки малой дуги ну то есть за другой там будет достаточно много интересностей гориллы леса градирания ну про лозу я не буду говорить я уже говорил ой не нравится мне это свалка электропоя извиняюсь просто горло уже болит говорить сейчас секунду подгрузится горелый лес и зеркало давитая дыра так спасибо всем за подписки кто подписывается так ядовитая дыра блин как же он много материалом и много скриншотов помнишь этого сталкера в черном конбезе из первого геймплейного трейлера так вот это стрелок ему просто изменили в ниш да да я ну я же документа открывал видно было да я изначально я думал что это либо стрелок либо и шаром кто-то из них блин что-то как-то тяжело давай эти я закрою может полегче будет мне как-то тяжело эту pdf он открывает давай и следующую можно давай и группировки сначала у общая геральдика группировок зоны формировалась и стихийно как примитивное искусство или настенные граффити символы выбирались интуитивно в соответствии с духом и и делаю идеологии фракции они простые броски легко воспринимать воспроизводимые не должны оставаться такая извиняюсь таковыми надо попить срочно поэтому лого шеврона фракции не должны быть выполнены в едином стиле сандарте а подчеркивать их независимое происхождение за некоторыми исключениями в артом соп ученый идентика не должна производить впечатление продуманный и выполненный профессионально основная концепция исполнения центральный знак и индивидуальное цветовое кодирование гамма старый канон мсоп военный который на варта варда история в предыдущих играх серия группировка не существует и не упоминается необходимый необходим новый логотип описание полица и зоны как же вздулась рука полица и зоны мощная современная хорошо организованная вооруженная группировка с большими ресурсами и финансовыми частными фонды и заинтересованные организации действуют в чизо по договору об особым взаимодействии обеспечивает политический порядок в зоне и безопасности функцион функционирования не час лагерь западный химзавод восток и кар старые логотипы нет новый логотип концепт образы символы цепи контроли связанности ну понятно тут какая-то нормально соп милитари в новом лого не должно быть символиков и государственности Украины или любой другой страны оооо неужели не будет такого исторические операции монолит и фарватер проводила армия или военные стоит security сервис в предыдущих играх серии группировка существует и называется военные или СОП службы охраны периметра необходим новый логотип описанием СОП действующая под эгидой ООН объединенная группировка регулярных военных частей из разных стран мира прошедшую специальную подготовку охраняют закрытую территорию зоны крупные объекты научные инфраструктуры окрестности и реализуют как специальные так и масштабные военные операции в зоне содержат сеть КПК ой КПП извиняюсь лагерь КПП центра Южный автовокзал Припять знаете что мне кажется смотрите все документы ну нету такого короче такое есть ощущение что русскую озвучку все-таки готовят и ее выпустят вместе с игрой прям такое ощущение либо они выпустят русскую озвучку как DLC ну типа заплати бабки и получи русскую озвучку с этой стороны даже им выгодней потому что большинство игроков из СНГ русскоговорящие им будет легче на русском поэтому им будет легче заплатить бабосиков и включить его русскую озвучку искра господа я пойду попью потому что невозможно читать просто невозможно что невозможно . 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 В предыдущих играх серии группировка не существует, но берет свое начало из научно-оперативной исследовательской группы Искра, ЗП, окрестностей Юпитера. Необходим новый логотип. Научно-военная группировка по экстремальному исследованию аномальной зоны. Правильное чистое небо? Сторонники нестандартных методов практического подхода проверки на прочность любых около- и антинаучных теорий располагают сетью мобильных бункеров и полевых отрядов. Группировка косвенно подчиняется не час, но это не пользуется уважением последних. Лагерь НС Млахит. образы так стрелана понятно полдень предыдущих играх серии группировка не существует и не упоминается необходим новый логотип описание группировка бывших монолитовцев отошедших от пси-воздействия после отключения все установка в 2012 году заявляют себя санитарами зоны сверх совершая рейды по сбору химических ради радиационных отходов по всей ее территории лагерь дикий остров так больные одиночки история в предыдущих играх серии группировка активно действует поэтому необходимо обновить старый логотип одиночки сталкеры не входящие ни в одну из группировок и в основном действует в одиночку или небольшими группами и постоянного состава лагеря залезь и долг предыдущих играх серии группировка активно действует поэтому необходимо обновить старый логотип а долг а войны зер воен военной низированная группировка образованная бывшими военными от них остались военных военный устав строгая дисциплина и четкая цель защита мира от поражения зона одна из самых старых группировок в зоне на момент начала событий stalker 2 переживает кризис идентичности все еще и неплохо оснащенной и отлично организована но уже не является такой весомой силы которые представляли ранее лагеря бетонный завод свобода в предыдущих играх серия группировка активно действует поэтому необходимо обновить старый логотип свобода анархи анархистская группировка состоящая преимущественно из военных сталкеров цель группировки сохранить зону как свободную территорию и противостоять монополии властей представитель свободы считает что зона нельзя победить с ней можно и нужно существовать такие свободы также свободы считают что зону нельзя скрывать от остального мира моменту начала станка р2 группировка скатилась в коммерцию а идеология свободной зоны превратилась а в свободный рынок ясно лагерь завод росток монолит предыдущих играх серии группировка активно действует поэтому необходимо обновить старый логотип монолита группировка фанатиков попавших под программу зомбирования о сознании и располагается в центре зону к началу сталкер 2 не существует все монолитовцы либо вошли в группировку полди либо стали рассеялись или стали рассеялись по прочим группировкам вольным сталкером бандитом и так далее возрождающие вновь после определенных сюжетных событий сигнала после чего занимает территорию генераторов севера чай с и другие лагерь генератора север чай с ученые ученые действующие в зоне отчуждения исследователи одиночки или отдельные исследовательские группы могут финансироваться как государством так и в частном порядке занимается изучением зоны мобильные бункеры и научные учреждения зоны не час в предыдущих играх не существует отдельная под фракции ученых ученые не часа живут и работают в комфорте института ученые не часы предпочитают смотреть на зону через безопасную безопасность поглощающих выбросов полей из-за спина варты это одни и самых талантливых ученых большой земли самоуверенные с презрением относящиеся к другим ученым и сталкером и готовы идти на жертвы во имя науки так бандиты предыдущих играх серии группировка активно действует поэтому необходимо обновить старый логотип бандиты представители криминального мира на территории зоны отчуждения зоне много подобного элемента уровнем от шпаны до серьезных уголовников лагерь регион свалка так и последний наемники предыдущих играх серии группировка активно действует поэтому необходимо обновить старый логотип наемники группировка представляет из себя 7 синекат ореол выполняющие задание на заказ основная специализация убийства людей и поиска документов лагерь отсутствует понятно регион кордон бункер ситровича смотри как сделали его регион настроение природа деревня новичков блокпост под мостом атп бандитов свиноферма грузовик смерти элеватор туннель развалина хутора тоже самое наверно а нет надеюсь и скриншотики скриншотики с игры нет не будет сыгры не чувствую ну да это сейчас оригинал ничего интересного тут росток карта ничего не понятно так росток 2 росток 3 сада искровцы понятно погнали дальше так это что трупу зомби чисто головка янтарь тут нет скриншотов из stalker 2 поэтому интересности никакой тут нету вообще какие то давай дадим шанс ему может тут какие то скриншоты будут но это мы все видели все эти скриншоты мы видели ничего удивительного не напоминает ничего вот это вот что-то мне напоминают а ну-ка что-то я там увидел интересное надпись какой то интересное блин так давай сюда как же он подлагивает вот мы тоже все видели по сути по сути турбина огромная турбина от дамбы которая постоянно медленно вращается от гравит поля по сути это аномальное поле гравит сеттинга с одним уник объектом гибки смотрели это мы смотрели ну это мы смотрели 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 тоже смотрели 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 смыть Ааа, стой Это все ПДФки? Может тут еще ПДФки какие-то есть Концепты, ну тут Не то что надо Ну это все старое и все из интернета Это нам не нужно А еще Сейчас посмотрим, есть ли Еще какие-то сливы Так Либо ВК работал бы Получше Да вроде все, мы посмотрели Так, беглым взглядом И сейчас еще Раз пройдусь Ну да Мы все посмотрели К сожалению Ну что, господа Сколько нам это заняло Три с половиной часа Мы смотрели Все это Все просмотрели Изучили Но это мы тоже смотрели В общем Пока что игра Очень интересна И по сюжету И по Уже готовым Так сказать Скриншотом Который я Обнаружил Выглядит Достаточно Все интересно Красиво Привлекательно Ждем игру Сегодня вечером По идее Должна быть Выставка Я не помню Как она называется Но если что Я вечерком запущу Трансляцию Будем ждать Сталкер 2 Там должны будут Показать Полчаса Геймплея Ну не геймплея Типа Дневника Разработчика Посмотрим Вроде на этом Все Спасибо Что смотрели Эту трансляцию С вами я был Кислый Надеюсь Вы подписались На канал Поставили лайк Смотрите На моем канале Разбор Других материалов По Сталкер 2 Там последние Три ролика Получается А с вами Я был Кислый И Всем Пока Субтитры